Да, сейчас мы появимся на экране, наверное. Да, уже почти. Итак, у нас целый ряд таких советских компьютеров, в чем-то известных, в чем-то, может быть, не очень, не всем. Так что давай начнем и расскажем о том, чем интересны эти экспонаты выставки. Здесь представлены компьютеры радиолюбики. Здесь представлены компьютеры радиолюбительские, те, которые люди должны были спаять сами. Из самых дешевых распространенных элементов, тех деталей, которые можно было упереть в заводов, или просто ненужные детали оборонки. То есть в оборонной промышленности какие-то детали устаревают, и их надо было куда-то девать. И, видимо, поэтому правительство и придумало с Советского Союза создавать такие компьютеры. Вот один из этих компьютеров, самый первый, тут может камера на него повернуть, не видно будет. Здесь представлен компьютер BK-01. Это представитель радио 86РК, самый первый компьютер радиолюбительский, если не считать, микро-80. Он достаточно простой, собран всего на 25 микросхемах. К сожалению, разбирать его сейчас не буду, но поверите на слово. Идея была этого компьютера очень простая. Предыдущий компьютер авторов микро-80 был очень сложный. Там было порядка 100-200 микросхем, потому что он был собран совсем на примитивной логике. И авторы компьютера просто достали все звонками, говорят, зачем ты, зараза, собрал такой сложный компьютер. И он решил, что отныне я буду собирать компьютер только на больших специализированных микросхемах. А у нас наша промышленность как раз скопировала микросхемы фирмы Intel. Целиком всю серию, которую они выпускали. И этот компьютер собран на чипсете Intel. То есть видео-чипсет, контроллер доступа к памяти, процессор. То есть целиком то, что придумала Intel для компьютера. Но очень интересно получается, что нигде в мире компьютеры на Intel с кем-ном набором микросхемы не собирались. Потому что это, честно говоря, был ужас. Собирали только у нас его. И вот как представитель этот компьютер радио-80Серкан, что-то в нем было ужасно. Во-первых, как вы видите, этот компьютер показывает только черно-белый текстовый режим. Причем знакогенератор содержит всего 128 символов. И на маленькие буквы этих символов просто не хватило. Ну, настрочные. То есть использовать этот компьютер для подготовки текстов было нельзя, хотя он текстовый. Играть тоже очень сложно было. Ну, какие тексты игры? Вот я запускал, тут смотрел. За безвыходностью, конечно, можно и играть в такое, но хочется-то цвета, графики. Что еще сказать интересно? Вот Intel компания, она, в принципе, предусмотрела цвет у этих компьютеров. Но у нас ради экономии, чтобы сделать компьютер меньше, компьютеры эти были черно-белые. И вот набор игр, очень много игр, несколько сотен, они все, видите, сделаны под черно-белую графику. Апогей от радио-80Серкан отличается именно тем, что в него добавили поддержку цвета. То есть та функция, которая была заложена Intel, они просто ее реализовали. Потом, если вы видите, графика очень такая, не знаю, как сказать, крупная, потому что это реально псевдографический режим. Всего 128 пикселей в ширину. Кстати, еще сделаю маленькое отвлечение. Этот компьютер загружался с магнитофона. Но чтобы экономить свое и ваше время, да и просто интересно, к этому компьютеру подключена, может, покажут, SD-карта. Вот, SD-карта, и сейчас в нее компьютер загружается. То есть вот я нажимаю вот, вот запустился и отобразился список игр. Собственно, Апогей отличается тем, что для него добавили цвет. И видеоконтроллер стоит не обычный, в вашем понимании, который просто видеопамять отображает на экран, а с кучей-кучей мелких сервисных возможностей, непонятно, зачем добавленных, но нам они позволяют показывать очень даже красочную картинку. То есть вот сейчас на экране у нас 32 цвета, то есть в принципе сочная, красивая картинка. К тому, как всему прочему, этот контроллер позволяет сделать вертикальный, горизонтальный скролл, различные эффекты графики, но появился он очень поздно. Вот этот компьютер был сделан в 88-м году, когда к нам уже пришел спектр, и, соответственно, на него никто не обращал внимания. Все пришлись на более новые платформы. Ну и главная проблема, конечно, то, что у нас в стране, ну, в Советском Союзе, программистов очень было мало. То есть у нас не было рынка программ, программистам не платили за игры. И игр тут очень мало хороших. Вот для Апогея буквально выпущено 8 игр всего. Для Спектрума же, который пришел на смену, которому посвящен наш фестиваль игр, выпущено тысячи. Наверное, под десяток тысяч. Вот. Ну, давайте тогда следующий компьютер покажу. Сейчас я тогда добавлю немножко, что подробнее про Апогей у нас будет завтра в 2 часа рассказ, на целый час, вот, где можно будет узнать подробнее о том, что это за компьютер, и все в деталях, обо всем поговорить. А сейчас у нас компьютер-пионер-специалист. Это уже следующее развитие. Да. Компьютер-специалист появился тогда же, когда появился и радио 80 Чесерка. Единственное, что автор этого компьютера, начертив схемы, послал их в журнал радио, но журнал радио сказал, извините, у нас есть уже человек, который нам рисует следующий компьютер вслед за микро-80, и мы будем печатать его. Поэтому этот автор разослал компьютер в другие журналы, и компьютер отпечатался в журнале такой моделист-конструктор. Это очень странно, потому что журнал моделист-конструктор был посвящен подделкам из железа, из картона, из стекла, не знаю, самолеты делали. А тут журнал стал печатать схемы компьютеров, да, шестнадцатичные дампы, программы. Но знающий народ покупал вот именно нужные журналы, нужные номера журналов, чтобы собирать компьютер. Специалист выгодно отличался от радио-80-честерка, во-первых, потому что у него была картинка графическая полностью. То есть разрешение специалиста 384 точки в ширину. Это максимум, что позволяет показывать кинескопы телевизоров. То есть в теневой маске кинескопа просто отверстий мало, и если больше разрешения подавать, то мы из-за зернистости не увидим ничего. То есть разрешения достаточно, есть текст. Вот этот компьютер меньше распространён, чем радио-80-честерка, но он позволяет гораздо больше. Его можно было применять и для обработки текстов, для печати. Он может любые шрифты показывать. И красочная графика для игр больше, чем у спектрума. Меньше... Ну, вообще, очень хороший компьютер. Ну... А вот с точки зрения копирования, потому что мы сказали, что апогей — это интеловские чипсеты, вот, а здесь как выглядит ситуация с чипсетами? Да, вот тут как раз ситуация совсем другая. У тех, кто пытался спаять радио-86-РК, была проблема в том, что эти чипсеты, их было сложно достать, и они денег стоили. Спионер, вот этот компьютер, специалист, они полностью собраны на самой-самой примитивной логике, которая в навалом была в магазинах. То есть можно было без проблем где-нибудь натырить, натаскать из старых плат, выпаять и собрать себе компьютер. Ничего не требовалось. Но, с другой стороны, это получается опять вариант микро-80, когда у нас 120 компонентов. Вот. Ну, тут не совсем так. Этот компьютер своей схемотехникой гениален на тот момент времени. Все микросхемы подобраны так, что они выжимают максимум из архитектуры и позволяют собрать очень небольшой компьютер. Если в радио 84К было 25 микросхем, среди которых были большие, то в специалисте порядка 35 микросхем всего. Но все это мелочь, которую легко проверять, легко чинить. То есть если он сломается, специалист, не надо больших знаний, чтобы его починить. То есть он, даже полплаты у вас останется, она все равно будет работать и будет видно на экране, что надо дальше чинить. Понятно. Спасибо большое за интересный рассказ. Я думаю, что мы продолжим в следующих включениях. И напоминаю, что завтра у нас два часа будет целый семинар, где можно задать вопросы. И вообще, конечно, приходите на выставку, смотрите на экспонаты, задавайте владельцам вопросы. Тоже свободное время. У нас с вами остается не так много времени до следующего блока конкурса.